Всех приветствую, друзья! С вами Джокер. Вы на канале Джокер Кипиш. Игра у нас в Clash of Kings. Друзья, ну что, прошло у нас КВК. Соперник был Королевство 548. Мы его, ребят, выиграли. Выиграли, ребят, мы его. Ну, с таким, не скажу, что с разгромным счетом. С обычным счетом, так сказать. Вот. Я наградки уже себе взял. Ну, Генезис у нас тут каким-то чудом набрал 90 гигов. Ну, и мы все-таки сделали. 18 звезд у нас теперь. Хочется какого-то поинтереснее соперника. Желательно бы с русскими повоевать. Так сказать, совместное ралли поделать, потестить что-нибудь, чтобы можно было договориться. А то у нас уже третье КВК и все с китайцами. Скучновато. Пишите, ребят, ваши предложения. Точнее, пожелания. Будем ходатайствовать, чтобы нас с вами свели повоевать. Ну, что, ребят, я могу сказать. Как прошло наше КВК? Соперник был очень сильный. Замки были просто бронебойные. По 2 миллиарда, по 1,5 миллиарда, в основном, киты. Но они нас, ребят, не сборили вообще. Ни одного ралли по нашим игрокам не было. Было одно ралли всего по королю, но там они договорились с кем-то чудом. Но что китайцам всегда договориться. И, в принципе, они это сделали. Но я, ребят, вам покажу наши отчеты, что мы, в принципе, смогли сделать. У нас тоже кое-что было. И вот как все начиналось. Так, тут защита удалась. А, вот это, ребят, мои проценты. В обычный день 0 бафов, даже 20% нету. И перешел я на пехоту, пехоту, лучниковый замок. Вот, смотрите, ребят. Мои проценты обороны без бафов абсолютно. Вот как-то так. Погнали, ребят, смотреть, что тут у нас получилось. Вот первый замок мы слили. Это у нас было у вражеского трона. Прилетела ферма. Кошмарить нас. Ну, чтобы, так сказать, в соло по не ударили. Но чуть-чуть она ошиблась. Я собрал ралли, резко штурманул. И, короче, она вспотела. Мы ее убили. Я уже здесь бафы включил. Восьмичасовые навыки героя. И, в принципе, был уже готов как минимум часть сорвать и метать. И мы нашли еще один замок. Тут же ударили в него. И он прям вообще хорошо так впитал наш удар. Практически развалился. Но он развалился, но не до конца. Тут проценты у него фермы. Он вообще не был готов. Я уже на полных бафов. У меня уже здоровье здесь. 744. Урон уносимый кавалерии. 98. Кстати, скоро я получу облик Джао Юни. У меня будет 101. И буду еще сильнее накидывать. Вот. Урон при нападении у меня, ребят, здесь. 219 на 199. Замок вообще не был готов к атаке. И мы по нему очень-очень мягко зашли. Его даже не успели толком закрепить. И он не был готов к обрванию. Вторым ралли мы его слили полностью. Но, к сожалению, отчета у меня нет. Я тут чистил их и уделил. Вот. Дальше у нас были еще атаки. Это вот осада пошла неудачно. Точнее, да. Это оборона как раз нашего короля. Но он тоже не был готов, так сказать. А, нет. Фу, ребят, заговаривалось. Это сборно-замок китайский. Открылся один китаец. Опять полтора гига силы у него. Вот мы по нему ударили. Долго-долго собирались. У нас единственная проблема. Выходные, субботы, особенно все люди заняты. У всех огороды. Там туда-сюда. Рыбалка, отдых. Как и у всех, ребят, из вас и у меня. И поэтому тяжело собрать большую команду. И мы били, чем могли. Замок лучниковый, ребят. Большое количество лучников. Проценты на луках просто. Посмотрите, 821 здоровье. Но все равно мы откусили хороший кусок от него. Уроны при обороне отличные. Мы шли через кавалерию. У него было одно подкрепление. И, в принципе, нас здесь было 17 человек. И так-то мы по нему все равно неплохо так заехали. Защищался он на Орле. Орел 40 уровень. Сельма. Отлетела от него подушка. И, в принципе, больше ничего. Огромное количество подушки у него здесь. Телега тоже себя неплохо показывает. Заметьте, пехоты Т-3, ребят. Просто в замке 35 миллионов. Пехоты Т-3, представляете? Это сделано еще для того, чтобы он раз надел ее. И возвращает армию теперь постоянно. Из башен, так сказать. Не парясь насчет Т-3 войск. Пехи Т-11 хорошо себя показали очень у него. Ну и, в принципе, дальше идем к лукам. Луки Т-12 тоже красавчики. Больше всего здесь все равно нанесли. Хотя молитв всего лишь 41. А, в принципе, очень себя хорошо показали. Ни о чемные. Вот эти луки Т-14. Ну так. Так-то они в сильных замках хорошо себя бьют. Просто тут молитв у них нет. И наши арбалеты. Погибают они много. Но и накидывают. Хотя и замолены в замке. Что-то им не хватало здесь у него. Короче. Нормально так ему сыпнули. И все. Он ушел в щит. Что было дальше? А дальше, ребят, у нас защита удалась. Был удар по нашему королю. Вот поэтому китайцы у нас в Альянсе находился. Один я здесь крепкий, кинул тележный. Просто никто не ожидал, что его соберут. И, ребят, удар просто бешеный. Вы посмотрите, ребят, какие проценты у атакующего. Мне просто сказать нечего. Все виды войск, ребят. База кавалерия 63. Лучники такие сильные. Телеги. Урон при нападении. Все просто на высшем уровне. Ну и, естественно, молитвы все максимум, ребят. Вообще такой замок. Я не знаю, где они их берут. Королевство 17 звезд. Вот, заходишь туда воевать, ожидаешь каких-то там, ну, ребятенков. А в итоге там такие звери просто. И все виды войск он использует. Смотрите, полноценный поход. И все войска накидывают. Нет такого, что какие-то войска не нанесли урон. Абсолютно все наваливают. Будь здоров. При том, что замок-то не слабый. Замок у нашего короля тоже ломал подпоясанным. Вот. Что было дальше, друзья? Дальше была еще одна атака от меня на замок. Но под вечер у нас народу было совсем мало. Здесь мы засборили. Один замок штурманули, так сказать, со мной. Сбор у меня, кстати, на КВК есть и полное расширение. 5,8. Здесь 5,6 было. В принципе, тут у меня, видите, уже бафов нету никаких. Чисто 60% атаки, защиты, здоровье 6% и нападение и снижение по 4%. Ударил, так сказать. Чем смог. Кстати, кристалл был после перекрутки. Я его перекрутил. Было у меня на здоровье. Я его на урон сделал. Здесь нас мало. Всего лишь 8 человек. Но, в принципе, мы все равно по нему хорошо ударили. И дуэлька была. На этом, в принципе, ребят, все бои у нас закончились. По нам никто не бил. Джонни у нас есть игрок. Маленький, слабенький, по 5 или по 6 врать не буду. Там 100 миллионов силы по нему пару соло заехали, разбились. И в итоге все. Это все вчерашние атаки на нас. В принципе, как-то так, друзья. Что вам могу еще, ребят, сказать? А, очень важно, кстати. Я, ребят, вам немножко приврал оказываться. Я вам сказал, что зал войны улучшу за 2 месяца. Прошел месяц. И я понял, что нет, нифига, ребят. Я его не улучшу за 2 месяца. Темным золотом, да, я согласен. А вот белым, ребят, я уже вкинул 3 миллиона, ребят, вкинул. И мне еще один здесь миллион нужен. Соответственно, сюда еще 4, 4. Здесь 1, 9. В среднем я собираю 2 миллиона за 2 недели. Получается, это мне надо еще 2 месяца. Так что я, ребят, не за 2 месяца, а за 3 месяца смогу улучшить. И то с натяжкой. Так сказать, загнул я и не ожидал. Вообще, обендел я ресурсов. Нету, ничего нету. Просто, просто жесть какая-то. И, кстати, я сказал по поводу облика Джо Юния. Мне осталось немножко. 916 у меня имеется. Осталось 46 знаков. И я получу, наконец-то, для себя этот облик. Кстати, тут я, ребят, копил 50 вот таких вот таинственных сумок. Хотел их ролик открыть. Но потом что-то смотрю у меня в группе. Кто-то из ребят открыл. Сколько там, коробок 40 или 50. Тоже не помню, ребят. И у меня что-то глаза загорелись. И я такой, дай-ка зайду, открою. Я, ребят, открыл. И мне, ребят, выпали камни. Вот такие вот выполнены камень антилучника 10%. И что еще? Еще какой-то. Ну, такой обычный. Вот из хорошего вот этот выпал. Так что, ребят, не знаю, с чем это связано. Везет или нет. Но попробуйте тоже 50 накопить. В принципе, что? 50 дней из этих сундуков. Может и вам что-то хорошее вылетит оттуда. Вот. А также, ребят, не забывайте, что у меня есть на канале халява. В моем инстаграме разыгрываться замок. Замок, понятно, не сильно, но как. Вспомогательный для сокровищ, там, еще для чего-нибудь. Для крепости альянса. Подойдет любому игроку. Обязательно участвуйте. Правила конкурса очень простые. Заходите в инстаграм, подписывайтесь на меня. И, в принципе, ребят, у меня там много всего нового, интересного. Новости всякие там. Замки там продаю. И все в этом роде. Многие из вас хотят свой замок через меня продать. Но, ребята, для этого нужна аудитория. Помогите мне ее набрать. Подпишитесь. Для вас это нетрудно. Для меня это, так сказать, развитие моего канала. Больше желания что-то делать. Вот, ребят. Обязательно подписывайтесь на инстаграм, на мой канал, на ютубе. Ну и комментируйте. Проявляйте какую-нибудь активность, комментарии. Почаще пишите. Лайки не стесняйтесь ставить. Чтобы как-то ролики у меня продвигались. Ну и я, естественно, чем больше у меня всего будет, тем я сильнее смогу свой замок развивать. Пока что вот, что имеем, то имеем. Вот, друзья, на этом все. Будем с вами прощаться. С вами был Джокер. Всем удачи. Ну и пишите ваши успехи на КВК. Кто сколько очков набрал в комментариях. Все. Всем пока.